Я начал просчитаю Боже, будь милостью ко мне грешному Боже, милостью, будь ко мне грешным Создай вы меня, Господи, помилуй меня И создай вы меня, помилуй меня, Господи И прости меня грешного Нам будем всегда следовать восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу Родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока Матерь Бога нашего Заслуживающая дальше большего почитания, чем Херувима И достойно большего пославнения, чем Серафима Безболезненно родившую Сына Божия Истинную Богородицу Тебя величай Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и всегда и вовеки веку Аминь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Молит ради Пречистой Твоей Матери Сила Честного Ижедворящего Креста И Святого Ангела Моего Хранителя И всех ради святых Помилуй и спаси меня грешного Так как благ и человеколюбец Аминь Боже, милостью будь мне грешен, Господи, помилуй, мя Бесчисла, если грешил, Господи, прости меня грешен, помилуй Эти слова Божьей милости считаются уже без поклонов Царь Небесный, утешитель Дух Истины Вездесущий и весь мир наполняющий Источник благ и податель жизни Приди, вселись в нас и очисти нас от всякой скверны И спаси благие души наши Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше, святые посетители немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и вовеки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небеса, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воле Твоей на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и силы. Слава во веки. Аминь. Встав после сна, преподаем к стопам Твоим благи. Ангельскую письмо, соглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты Божий. Молитвами, Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна, Ты поднял меня, Господь. Юм мой, просвети и сердце, и откроешься там их, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты Божий. Молитвами, Богородице, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет Судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят ты Божий. Молитвами, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивого и грешного. И не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычной Твой человеколюблей. И поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слово Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою ста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать Святейшее имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Володя, читай псалмы. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю нашему Богу. Восемьдесят первый псалом. Бог стал сонами богов. Среди богов произнес суд. Да коли будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякие с низей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селение Домовы и измолитяне, Маав и Агаряне, Гевал и Амон, и Амалиф. Филистимляне – жители Метира. И Ассур пристал к ним. Они стали мышцами для сынок плотовых. Сделаем то же, что Майяму, что Сесари, что Яавину у потока Кессона. Которые истреблены в Айендоре, сделали с навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как Сарилом и Зивом, и со всеми вождями их, как Зивеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божия. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы. Так погони их бурю Твоей, и вихрем Твоим приведи их смятение. И исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут. И да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний на всей землею. Как вождя Лены жилища Твоих, Господи, сил. Истомилась душа моя, живая во дворы Господни. Сердце мое и плоть мое восторгается к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положи птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, у которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на сегодня. Господи, Божий сил, услышь молитву мою, внемли Боже и Яковлев. Боже, защитник наш, приникни и призвей на лицо помазанька Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Входящих в непорочности Он не лишает благ. Господи, сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей. Возвратил плены Якова. Простил беззаконие народа Твоего. Покрыл все грехи Его. Отъял всю ярость Твою. Отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего. И прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Расстрешь гнев Твою от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался Тебе? И венам, Господи, милость Твою. И спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог? Он скажет мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова безрассудства. Так, близко к боящимся Его, спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина светятся. Правда и мир облабызаются. Истина возникнет из земли. И правда приникнет с небес. И Господь даст благо. И земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед ним. И поставит на путь стопы Своей слава. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь от суждения, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Встав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси. Преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне услуги греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, обеспеченный лежащего, и спаси меня, оставящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христи Божий, и спаси меня. Владейка, человеколепче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения. И спаси меня и веди в Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда. Я возношу Тебе хвалу. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне работу Ему. Прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, достой мне при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил, бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущей, озирающей до земны, наблюдающей сердца и помыслы, ясно ведущей тайны человеческие. Безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего. Твоим Тебе из нечистых уст и прости нам прегрешение наше, совершенное нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здесь, нежземной жизнью в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия и народного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. «Когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет у нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Него радость и божественный чертог славы Его, где непреставны голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освещающий весь мир. Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь». «Святый ангел, поставленный брести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демонам подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, «Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил, прошедшую иной, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, и высадил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь». «Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгоняя от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и Твоего мрачу на ума моего. Погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений и свободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь». Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Владимир, Сергий, Дмитрий, Андрей и другие. Надежда, Рахиль, Роман, Янец. Бомусерно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, и помилуй людей Твоих. Благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христианам. Подай им Твои земные и небесные блага. И не лиши им милости Твоих, посети их и укрепи силой Твоей даром здравия и спасения души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, всех православных христианам. Прости им все грехи, вольные и невольные. Дар им Царство Небесное. Со святыми покоя души рабов Твоих, праотцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сына, и Святому Духу, ныне всегда и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Спаси, Господи, обрати сына моего Константина, за которого смиренно молю Тебя и продаю на Твое попечение и защиту. Господи, дай ему крепкую веру, научи его благоговеть пред Тобой, достой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и спаси Тебя. Сохрани от всякого зла. Аминь. Молитесь, игнать тихо. Спасибо, Господи, помилуй. Митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священнеряя Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Андрея, Максима, Владимира, Иглебу не дай погибнуть. Диакона Фильдия, Александра, Аилла, Аилла, Епископа Максима, Сергия, Герила, Венедикта, Франциско, Корнирия, Александра, Диодоро, Тихона и весь священнический и иношеский чин. Дай нам еще священника, если угодно тебе, и высший истин служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них и сохрани их от покушения на них и через них сотвори благое церкви твоей народу. Владимир, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Аману. Я в мир Израиль, о России, о Украине, Сирии, где война идет, и научи насценить это мирное время. И приготовь народ к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, Господи Божий наш. Слава Тебе за прошедшую тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться и обнаружить, дарованное Тобой таланты нам. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Аллилуйя. Господи, спаси нас от всего неугодного и в этот день. И защити нас, усиление наше, от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапину. Обрати его, помилуй, Людмилу, Любовь, Владимир, Алексей, Иосифов. Прищи добрых жителей, детьми, знающими закон твой, любящими уставы твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Валентину и Рашид, пределы общин. Все благовестия, найденовые души. Спаси и помилуй, Валентину, Надежду, Анастасию, Наталью, Евгению, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Графиль, Ездру, Екатерину, Екатерину, Галину. И всех знаешь, Господи. Коснись сердца враждующих против нас, творящих пакости и клеветы. Александра, Александра, Евгения, Сергея, Виктора. Не дай им погибнуть в ожесточении сердца. И судный день не помяни их безумия им. Благослови благодетелей наших, воздай им добром. И спаси их души. Елену, Людмилу, Нианилу, Евгению, Наталью, Надежду, Юрию, Рисклукану. Посети, Господи, пьяниц, избавив их от этого страшного недуга. Павла, Михаила, Андрея, Владимир, Александра, Игоря. Посети болящих. Дай силу перенести страдания безропотно. И пошли им исцеления. Валерия, Иллариона, Кирилла, Владимира, Игоря, Надежду. Валентину, 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 Татьяну, 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 Анну, Александру. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Ибо все в свое время окажется напольным. И предстоящую беседу с Алексеем. Ты сам устрои, благослови, если угодно, это воля твоя святой. И коснись его души. Дай ему веру твою святую. Услыши молитвы молящихся тебе, Христе Божий наш. Слава тебе. Найди все наше родство. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя. Путешествующих на Рейсу, Льва, Виктора, Виталия, благослови. И Романа, и папа, духа лжи, который обуял его. И славила от дерзости и сумасшествия. Благословение Никиту, Виталии. Дар и духовное рождение. И нас помилуй, милости, Татьяну, ради. Спаси нас, Господи, и помилуй. И сохрани наше сокровище. Здесь мы не имеем книги, здесь и в пути и трудящихся. Игорь, Юлию, Дмитрию, Виктору, Сергею, Сергею, Андрею, 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 Дмитрию, Вашислава. И всех помогающих нам. И коснись в сердце и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леониды. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи, за свет нового дня, которого никогда еще не было во Вселенной. И мы не знаем, что предлежит нам перенести. Но учи нас с покорностью принимать посылаемое от Тебя и наказание, и благодеяние. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебя, наш Бог Иегова, Авва-Очи. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу. На земле мир в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Своими. Господи, воздай добром тем, кто поспешивствовал нам в путешествии нашем. Павла, Зинаиду, Владимира, Орентину, Екатерину, Людмилу, Надежду, ты ее знаешь, Господи, слава Тебе. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Ты сохранил в этой ночи, добрый мой ангел. Сколько лет ты защищал от видимых и невидимых опасностей. Слава Господу Богу. Прошу тебя, ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разнущаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Я, кричитель, претеща Христов, моли Бога о нас. Но учи нас, Господи, житель в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И никогда не роптать, никому не завидовать. И быть во всем экономным. И не страшиться старее начальствующих. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обречать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мир лекийский чудотворец, образ кротости и воздержания. Добрый архипастырь, моли Бога о нас. Протит Господь буйство враждующих, препятствующих благовестию. Как некогда и лима волк препятствовал Павлу. Сотвори это чудо, замкни их лживые уста. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи. Ездра Ниеми, Амос, Наум, Исайя и Иеремия, Варух и Зекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отроки, Фарок, Михей, Аврам, Исаак и Аков. Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою. Дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных Духи Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, и херувимы, и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, и Евангелисты, Матфей, Марк, Мука и Иоанн. Да даруй Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, и Устин Философ, Космай Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, 40 святых мучеников, Царь Николаев, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя, Антихрист. Анфиму и Вениамину дай веру, устраши родителей за ложное воспитание. Не дай им погибнуть. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Серин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Имефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит Господь и сохранит нас в святой православной вере, а замысли ретиков разрушив ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущеница, Фатина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Крискила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина, Да дарует Господь послушание, Молчание, Целомудрие И стыдливость женам и девам, И сохрани хостяческих поруганий, Аллилуйя, Исправь непокоривость Галины семейства Евгений, Надежды, Надежды, Светланы, Мария, Раиса, Хрины, Елена, Ледмилы и Иоанны. И прими, Господи, нашу молитву возъяне рук, как жертву вечерней благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей, Божией. И соедини, Господи, нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, всемогущий Создатель, Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой слова Твои. Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твои. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, ежене осуждать и брата моего. Яко благословение всего веки веку. Аминь. Господи, найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юрия и благослови Максима в деле распространения истины. Боже, будь милостив, ко мне грешен. Господи, прости меня, помилуй. Прости мои согрешения, соделанные в ведении и неведении. В уме и в помышлении. В одни и в ночи. И во все дни жизни моей. Прости, ибо Ты благо человека любишь. И не отвергаешь кающегося. Прости. Тебе, Господи, благодарение за милость Твои и долготерпение. Тебя славослоем и дивные дела Твои, имя Твое святое. За Слово Твое, через которое Ты возрождаешь души. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, сребролюбия, недашний. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое погрешение. И мне осуждать и брата моего. Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Немножко кое-что скажу. Так, Сергей Павлович, ты здесь не ушел? Здесь я пока. А Никита не встал сам? Нет. Надо молиться, чтобы он вставал. Трогать его не надо, пусть спит, раз не хочет вставать. Это не дашь. Веры-то никакой нет у человека. И страха Божия нет. Мы сейчас только говорили о том, чтобы Господь вразумлял нас. Мы должны делать все быстро. Не медлить. Заранее, как сказано у людей, распланировать работу и все. Делать быстро. Собирать все быстро. Ешьте с поспешностью. Это врачи не одобрят. Но Писание говорит так. Нельзя спешить только. И нельзя. На молитве, на чтении Слова Божия. Я еще раз говорю. Считаем очень быстро. Каждое слово мы на молитве должны произносить четко, с окончанием. И не просто отторобанить, как говорят. Вот о чем писал друг Пушкина, тоже Александр Сергеевич Грибоедов. Считаю, говорит, с толком, с расстановкой. Не так, как Панамарь. Это тогда уже это все было известно. И как считать надо? Даже вот, Господи помилуй, три раза просчитать. Можно времени потратить в три раза больше, чем обычно. Как считать? Три раза, Господи помилуй. Как? Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. И уже на третий раз слезы потекут. Ян Златоуз говорит. Когда мы перед тем, от кого многое зависит, как мы ведем себя, как стоим, каким голосом говорим, как наклоняем голову, как простираем руки, спасая кого-то. Пишут, помолись за меня. Конечно, это хорошее слово, помолись. А ты-то где? Я каждому говорю. Не проси молиться, если сам не думаешь молиться. Ян Златоуз говорит. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. То есть, молитва не дает никакого результата. Но бывает, пробивает, и Господь просто стучит у двери, а он не слышит. И двери взламываются. Вот когда ОМОН бывает, кого-то берут, у них с собой там болгарка, они тут же выпиливают петли, бьют кувалдой. Вот что-то такое бывает здесь. Человек не слушает. И вдруг Саркома Вот о чем Балисашвили, играющий Воланда, и говорит Берлиозу, когда с бездомным Иваном сидят на скамейке у патриарших прудов. Кто не видел, посмотрите, зарядите. В высшей степени полезно это знать. Как он предсказывает Берлиозу, разбивает все, что у него есть, и тот вздрагивает раз за разом. Ну, думает поехать к Кисловодск. Ну, и это не сможет сделать. Он сразу понимает, именно есть. Вот он думает что-то делать, и вдруг Саркома легких, а он как раз курит. И он еще более играет чудесно. На роль Воланда много было артистов, но лучше Басилашвили никто не сыграет. Он как будто создан для этой роли. А это сам Сатана. Сатана в образе Воланда-то. Это я так принято. Это понятно. Он говорит, Христа распинали. Это надо доказать. Не надо доказательств. Я там был. Они еще больше удивляются. Я был. Вот беседуют там о ком, о Канте, и кто там, ну, 200 лет назад было. Они говорят, да сослать бы его. И я за то же. Ну, он сослан дальше, чем ваш ГУЛАГ. Я ему говорил тогда старику, они еще больше удивляются. Как, 200 лет назад говорил? Говорил, он правду говорит. Я просто не то, что советую, а даю знать. Есть такая книга, кто не знает, запишите. Но определенно не пожалеете, что просчитаете. Когда я на работе дал одной просчитать бухгалтеру, а она дала своей дочери студентке, и они, говорит, всю ночь считали студенты, и она сказала, мама, мне казалось, у меня кости внутри моей кожи стучат. Называется так, печаль сатаны. Или печаль сатаны Мария Карелли. Печаль сатаны Мария Карелли. Перевод княгини Кропоткиной. Сегодня пишут, что скорбь сатаны, и будто бы там написал какой-то чуть не брокер что-то. Интересно так. Мужчине приписывают. Это написала женщина. И там все от ее имени написано. Ну, зачем вот вот, допустим, попутно скажу, считает Акафис, или как лучше назвать его, слава Богу за все, на русском языке. Каких там Филохев, это писал Григорий Петров. Это его жизнь, просто надо знать, священник. Это писал он за несколько дней до расстрела в ГУЛАГе. И вот такую везде начинает. Для чего, тоже не могу понять. Ну, я знаю, что враг желает скрыть истину. Акафис написан Григорием Петровым. Когда он проповедовал, в Санкт-Петербурге проехать нельзя было, кибитками этими, пролетками забито было улицы. Он писал обличительные письма митрополиту, кисленному православию, книги, у меня там отрывок его есть. Мы, говорит, строим, и строим что? Ну, конечно, в Стамбуле, в Константинополе храм Святой Софии. Но столько пристроек сделали, что храма уже не видать. Ну, все эти наши придумки разные. Никуда уже теперь без Матроны Московской. Матрона, Матрона, Матрона. Бога никакого нету. Матрона, Царица Небесная. А до этого нужно было Ксению Петербургскую, юродивую. Канонизировали, отступились. И это тоже временное. Там на подходе еще какая-то будет. А Матрона, это как Вячеслава этого, мальчишку, Крашененникова, вознесли, а со всех сторон едут, могилу разгребают буквально. И вот мы говорим о молитве. На молитве торопиться нельзя. Слова нужно проговаривать. И насколько возможно, конечно, не голосом артиста, но чтобы это исходило из души. Но я тогда не успеваю и на работу. Ну, тогда меньше прочти. Но я не успеваю в псалтырное чтение и в псалтырное чтение читать так, что ты там находишься. Вот у меня неоднократно были беседы с людьми, баптистами, другие. Ну, сейчас что с меня спрашивают-то? А тогда я их при беседе о втором пришествии Христа собрались баптисты города Новосибирска. Они привели четыре места. А мне Господь позволил на память 72 места Библии. А место одно, это бывает иногда полглавы надо засчитать. И все на память. Конечно, это был шок для них, что православные. А как? Я понятия не имею. Просто у меня как будто раскрытая книга была перед глазами. А разве это может быть? Да, в житии святого Севастьяна Зоя там одна уста открылись ее когда. Она говорит, я видела, ты когда говорила, перед тобой стоял ангел и держал книгу раскрытую, а ты читал. Тут заслуги-то никакой нету. Конечно, заслуга есть. Божья, не наша. Что он не допустил до греха соития с женщиной? Блуд проедает мозги. Если блудник, никакой памяти у него нет. Он будет где угодно блуждать, как будто бы знает, а на самом деле все это игра. Игра. Все эти жены прожгли прожженного мозги. Человеку неприятно это слышать, если он виновен. Но это так. У тебя неприятность, а ты эту неприятность другому расскажи, да с сокрушением великим, со слезами многими. Вот как со мной случилось. Да Бог принял меня и такого. Да и слава Господу. И поэтому на молитве торопиться не надо. У нас и так молитва короткая. А за счет того, что мы будем говорить, Бог даст. Потому что считают место Писания. А я прочитал Библию за год. Прекрасно. Но ты каждый раз ее считаешь, и тебе что-то Бог открывает? А что открывает? Ну как, ты считал один раз, ты второй раз считаешь. Ничего? Нет. Вот это беда. А как? Ну я могу сказать об опыте личном, что я просчитал ее несколько раз, Библию. Некоторые места Писания больше, некоторые наизусть. И ни разу не было, я даже не припомню, чтобы заново считая, я не увидел что-то новое в этих стихах. Это связь с Богом. Вот кто ходил у нас на занятия в университет в городе Барнауле, те знают чудо Божье. Мы всегда начинали занятия с пения Царю Небесный Утешителю. И далее я решил людям объяснять. И на объяснение уходило 25-30 минут. Это вступление. Объяснял молитву Царю Небесный Утешителю. И сказал 60 проповедей. 60 проповедей на одну молитву. А вы не могли бы восстановить? Нет, не мог. Оно где-то записанное лежит. Были люди, которые записывали. Может, после смерти выйдет, чтобы не гордился. И никаких повторов. Это иначе бы еще было. Что было? Когда люди стали записывать, сейчас-то уже не все было. Это Господь делает так. Почему? По молитве многих людей, которые были. И Бог так давал. И сколько душ там обращалось. И общины вот эти созданы. Это все там. Нет занятий там. Мы перешли в интернет. Я вот поговорил с Сергеем Павловичем. Он тоже в рулетку зашел и написал там ролик. Неполных две минуты. Я говорю, ну, это маловато. Я буду их копить, чтобы до полчаса. Он стал ставить сейчас по полчаса. Замечательно. Слова не пропустил мимо. Принял смиренно, без обиды. И поэтому на молитве я попрошу быть медленнее. Вникать в эти слова. А просто так-то ничего не получится. Нету. И сердца моего там нету. Я не успеваю, даже зная эти молитвы, наизусть, я не успеваю следить. Кадры сменяются очень быстро. И просто чтец считает, умеющий считать. Считать безразлично. Так, чтобы не было у нас. надо быть внимательным к тому, что мы слышим. К человеку, от которого зависит жизнь. Если мы просим ходатайства и помилования, то слова златоуста и всплывают. И голос умильный, и слезы текут. А от такого чтения слез не будет. Потому что даже слова не разберешь. Вроде бы отвел, вроде бы молился. А что же молился, когда ничего не изменяется? Спроси, когда последний раз плакал на молитве? А Павел говорит, я учил вас три с половиной года со слезами. Три с половиной года со слезами. Вот сегодня найди в православии, во всем, всемирном, и во всех католиках, много ли людей, которые со слезами учат? Сегодня бывает учат. Плачет, только один проповедник стоит, а людей это не касается. Ну, он такой склад умом, он переживает каждый раз, а слова не доходит. Вот читаешь книгу отец Арсений, он говорит, и исповедь не шла. Ну, как? Он же говорит грехи. Грехи он говорит, а исповеди нету. Это уже уровень, которого подтягивает Симеон Новый Богослов. Вот в этом. Еще хотел сказать, вот я тут смотрю, сейчас посчитаю вас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, с Сергеем девять. Ну, кого тут нету, кто-то спит. В Москве мы начинаем в час ночи. Это ничего не значит, что сейчас ночи. Это не молитва какая-то, давайте определенно. Ну, выбери время, где-то попозже встанешь. Вот у меня, которые жили, я, Сергей, тебе говорю, ты договор не заключил сразу. Вот у меня жили на квартире студентки, потому что живет сестра моя или племянница, ее знакомая. А комната-то одна, этажи только, они там на верхнем этаже, где-то им жить негде. У меня и жили. Я пораньше встану, все сделаю, выйду в другую комнату. Но мы договорились, на молитве стоим все. И вопросов никаких нету. А я не могу, все, до свидания. Мы договорились, вещи вот они где стоят, и на этом конец. Ты нарушил договор. Встаем на молитву все. Так а я спать буду на до уроках. Вот помолились, а до уроков-то еще у нас три часа, а теперь ложись и спи. У-у-у, обрадовались девчонки. Еще спать. Вот теперь смотрите только, я уже не касаюсь, на работу ухожу, а они еще спят. Так я без завтрака. Ну, ничего не будет, наоборот, красивее будешь. Вот такое дело. Значит, кое-какую корректуру внести, не спешить. проникнусь молитвой. Как составляли эту молитву святые, это Макария, Иоанники, Василий Великий, Англатауст, я не знаю. Но иногда, когда считаешь, то, кажется, я понимать начинаю его. Вот как канон Андрея Критского. Я даже в Москве был, у Кирилла Сахарова, и он не знал причину написания. А почему, не знаю, он из Союза Писателей состоит. Не знаю. Я отвечаю, Апсалом 50-й, знаете? Ну да. А почему? Там же написано предисловие. И тут предисловие есть. Андрей, архиепископ, подписал Анапиму Шестому Вселенскому Собору. И когда он понял, у него волосы дыбом стали, должно быть. И вот тогда Господь высек из него. Вот. Это то, что высек. Вот. Еще я вам посоветую одно прослушать. Ну, это что сказал Мария Карелли прочитать Печаль Сатаны. Она есть в аудио. В аудио у меня есть насчитанное на сайте. И она есть в интернете. Я нашел ее. Но в интернете я нашел еще вот какое. Сейчас вам скажу. Тоже, ну, желательно, чтобы прочитали. Запишите себе. Они начитаны. Я насчитывал тоже их. У меня моим голосом насчитаны. Но тут считает это не мой голос. Григор. Не Григорь, а Григор Нарекати. Григор Нарекати. Это монах был у армян. Григор Нарекати. Называется книга скорбных песнопений. книга скорбных песнопений. Сергей Павлович, найди ее. Вот что я говорю. Григор Нарекати. Книга скорбных песнопений. Услышьте хоть немножко, как она говорит. Вся она покаянная и вся она хорошая. меня не слышишь, Сергей? Слышу. Ну, можешь найти. А то я найду эти... Я просто сейчас могу быстро ее открыть. Она у меня есть здесь. Вот. Книга скорбных песнопений. Вот. Уже открывается. Песнопений да... Вот так. да будет таковым и возрожденье погрязнувшее в грехах души моей. Слушайте, сейчас дальше будет. Час настает, и громкий судный глаз уже гремит в ущельях отмщенья. Он нас зовет и порождает в нас страстей противоборных столкновений, и сон мы сил недобрых и благих. Любовь и гнев, проклятия и молитвы блистают отстрием мячей своих, и дух мой превращают в пули битвы. И снова дух сметен мой, как в начале, когда я благодати не обрел, которую апостол Павел счел превыше моисеевых скрижали. мне ведомо, что близок день суда, и на суде нас уличат во многом, но Божий суд не есть ли встреча с Богом? Где будет суд, я поспешу туда. Слышно, нет? Нет, Я к тобой, о Господи, склонюсь и отречась от жизни быстротечной, не к вечности твоей я приобщусь, хоть эта вечность будет мукой вечной. Ну ладно, тогда, делайте сам, найди. Я грешен был, я приступал закон, я за грехи достоин наказания. вот какой пример, а так, я говорю, слышно? Ладно, слышно. Ну, не знаю, почему там не слышно, я вроде... Я сейчас включил, меня слышно. А ну-ка, ты попробуй, у тебя слышно? как считает, расстановкой, каждое слово ясно, выражение, и так даже считать молитву. Так вы ссылку дайте здесь вот, в молитве, на этот ролик, и все. Ну, так дай, как его дать? Ну, где он у вас, этот ролик? Вы же его где-то взяли? Ну, вот он где ролик, вот он. Нажмите контроль, и этот... Ну, ладно. Дальше, куда его поставить? Нет, я не об этом. А, какой? Вы найдите в интернете его. Истушенко уже ожидал. Этот, а не нажмется. Надо нажать кодер, и эту надпись, и у вас в Ютубе откроется. Сейчас... И твоей я приобщусь, хоть эта вечность будет мукой вечной. Так, теперь куда? Все, где он? Посмотрите, я грешен был. Посмотрите, вот это нет, где приступал закон. Подожди, сейчас дам. Я за грехи достоин наказания. Страшнее, чем мука варварских племен, поверженных твоей гневной длани. Для филистимлен и эдомитян годами ты отмерил наказание. Остановите. Но... Ну, куда? Я нажимаю на это. Где Сергей? И дальше что? Ну, тут где-то должно быть сообщение. Ну, где сообщение? Я же не против, но я не знаю. А если закрою, значит, то я... Нет, нет, закрывать не надо. Вот эту нажмите, попробуй. Вот эту? Вот эту? Да. Ну, еще... Ну, здесь вставляйте. Куда? А вон, уже нашли его. Ну, уже нашли, да? Ну, все тогда. А ну-ка, попробуй, как? Слышно, нет? Хотя бы минут пять проиграть, чтобы нам дошло, как надо считать. Ну, я... Я только что включал. Скажите, слышно было или нет? Нет, у меня ни одного слова не слышно было. Нет, не слышно было. Я еще не могу сказать. Почему не слышно, это непонятно. может быть, от того, что двое человек записи ведут, может быть, из-за этого программа записи мешает. Микрофон может поднести надо ближе. Архивом в интернете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги, точные на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Ладно, тогда все на этом. Я отхожу. Я отхожу тогда. Все. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Слава Христу. Вы кого знакомые какие есть, свои, которые наши люди-то, говорите о утренних молитвах-то. Приведите хотя бы по одному человеку. Скажите, вот такое-такое-то время, вот это приезжала Марина Христенко с Украины. Ей скажите. Я даже тут некоторых своих близких не вижу. Сегодня вроде и Романа нету, Фроликова. Никите сказать надо. Ночная молитва должна быть, она у них будет ночная, у нас утренняя. Главное... Я понял. Отошел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова